Специальный проект Беларусьбанка. Сто лет всегда рядом, рядом с каждым. О вкладе крупнейшего банка страны в социально-экономическое развитие республики. Как говорят, сто лет бывает лишь однажды. А потому крупнейший банк нашей страны отмечает вековой юбилей масштабно и продолжает радовать своих клиентов и партнеров проектами, акциями и активностями. Особый подарок каждому областному городу и столице – оформление отделений банка в историко-этнографическом стиле. Здесь отражение национального колорита и неразрывной связи истории страны и банка. Неважно, как вы приехали в столицу Беларуси, поездом или автобусом, главные входы обоих вокзалов ведут к воротам Минска. Эти 11-этажные башни-близнецы – не просто достопримечательность Беларуси, а символ столицы – его визитная карточка. Именно поэтому отделение Беларусьбанка, которое находится в одной из башен, преобразили росписью ворот Минска. Мы только приехали на днях, зашли в банк, потому что он самый популярный, самый известный, самый надежный. Компетентный персонал, который моментально встречает на входе, дает полную информацию, прекрасное оформление. Я живу напротив башни, так что этот банк, что называется, родной. Вы знаете, когда я сюда вошла? В 72-м году. Впервые. Беларусьбанк – это традиция, стабильность, а теперь еще и креатив. Особенно символично, что проект воплотили в жизнь не только в честь столетия банка, но и в год исторической памяти. К своему столетнему юбилею банк подарил городам Беларуси серию ярких муралов, ожививших легенды и мифы нашей истории. В продолжение этой темы мы преобразили нашу отделенческую сеть. А обслуживать вас будут сотрудники банка стилизованной форменной одежды с элементами белорусского национального костюма. Мы разработали два дизайна нашей стилизованной форменной одежды – зимний и летний вариант. И они, безусловно, и по ткани, и по своей стилистике напоминают национальные белорусские костюмы. Мы очень надеемся, что наша инновация придется по вкусу как жителям, так и гостям нашей страны. Живописные сюжеты на стенах и сотрудники банка в оригинальной форме создают особую атмосферу. Каждый, кто переступит порог такого этноотделения, точно запомнит его надолго. Необычное отделение Беларусьбанка есть и в Бресте. Оно находится в самом центре города, на знаменитой пешеходной улице Советской. А потому оформление выбрали под стать местному колориту. На стенах при входе и в клиентском зале появились изображения старинной улочки с кованными лавками и уникальной архитектурой. Главный герой картины – талисман города. Фонарщик. Это мой любимый банк. Я пользуюсь услугами Беларусьбанка уже 40 лет. Клиентом являюсь очень давно. И один из пунктов, который в основном чаще всего посещаю, потому что здесь рядышком работаю, это этот пункт на Советской. И очень приятно заходить, когда изображение нашего фонарщика. Вот, прям настроение поднимается, потому что это наша гордость. Улица Советская – часть историко-культурного наследия Бреста и обязательная точка туристических маршрутов. Именно здесь каждый день зажигает и гасит старинные фонари штатный фонарщик, облаченный в темно-синий мундир. Виктор Кирисюк, который уже 13 лет приносит свет на улицы города, настоящая знаменитость, как в Беларуси, так и за рубежом. И, конечно, клиент Беларусьбанка. Ну, рисунок должен быть, если выбрали символ банка фонарщик. Должен быть какой-то знак. Плачиваем, платежим, пенсию получаем в банк. Мне нравится. Как огни старинных фонарей освещают центральную улицу Бреста, так и Беларусьбанк создает светлую и уютную атмосферу для каждого клиента. Отделение в центре Витебска напротив летнего амфитеатра имеет большую историю. Ведь уже более 30 лет именно это отделение Беларусьбанка встречает гостей Славянского базара. А потому вовсе не удивительно, что офис украсили росписи в стиле старых улочек Витебска. Здесь и скрипач со своей слушательницей, и девушка-художник, рисующая города. Здесь в очередной раз убеждаешься – Витебск – культурная столица нашей страны. Город, вдохновляющий на творчество. Такая атмосфера домашняя. Очень все красиво, очень хочется приходить сюда, просто отдыхаешь. На стенах изображена старая часть города, улица Суворова. Там красиво гулять, и вот тут все отражено. Приятно смотреть, что, знаете, не вот эти вот серые стены, как заходишь, то и сразу настроение другое меняется. Я уже здесь в Беларусьбанке более 15 лет. Поэтому все карточки, все, что обновляется в банке, это происходит у меня буквально на глазах. Вот раньше было здание, вот внутри здание серого цвета. Ну, как-то, ну, заходишь на обыкновенный банк. Буквально вот в этом году сделали прекрасный Беларусьбанк, потому что и разукрасили стены. В общем, остаться равнодушным к таким новшествам просто невозможно. Оценить дизайнерские интерьеры отделений банка и уникальную форму сотрудников в этнографическом стиле может каждый. Какими этноотделениями банк порадует клиентов в Гомеле, Гробно, Могилеве и индустриальном парке «Великий камень» мы расскажем в следующих выпусках спецпроекта. Специальный проект «Беларусьбанка». Сто лет всегда рядом. Рядом с каждым. О вкладе крупнейшего банка страны в социально-экономическое развитие республики.